В этот день, 20 мая, родились Эдуард Тоттлебин. Инженер-генерал, именно он создал хитроумную оборонительную систему Севастополя времен Крымской войны. Александр Ваеиков, географ, основоположник климатологии в России. Василий Гурко, генерал от кавалерии, несколько месяцев в Первую мировую войну был командующим Савадным фронтом. Алексей Туполев, известный авиаконструктор. В этот день 1754 года был обнародован указ об основании в России Первого банка, Дворянского банка. 20 мая 1901 года в Санкт-Петербурге произошли столкновения рабочих Абуховского завода с полицией и войсками. Это было одно из первых массовых политических выступлений русского прольтриата. 20 мая 1553 года экспедиция Ричарда Ченслера отправилась из Англии в северные страны. Совершенно нежданно и суждено было достичь неведомых берегов страны Московии. Внушительная торговая флотилия отплывала из английского города Радклиф. Очень многого ждали от этого путешествия. Когда корабли подошли к Гримвичу, где в то время был Королевский двор, придворные выбежали из дворца. Собрался и простой люд, густой толпой стоявший на берегу. Члены тайного совета смотрели из окон дворца, остальные забрались на верхушке башен. Так описывал день отплытия Ричард Ченслер, главный форум чей флотилии. Инициаторами и главными спонсорами рискованной экспедиции стали английские купцы. Необходимо было искать страны с новыми экзотическими товарами, например, в северных частях света. Возглавил торговую экспедицию дворянин Хью Уиллоуби, но не ему суждено было наладить торговлю с Россией. Экспедиция попала в сильнейший шторм, корабли уходили под воду один за одним, казалось, и борт Ченслера пойдет ко дну. Однако судно главного кормчего все-таки добралось до Норвегии, а оттуда дальше на северо-восток, пока моряки не вошли, как позже выяснилось, в Белое море. Недалеко от берега они наконец заметили лодку из воспоминаний Ричарда Ченслера. Тем временем наши люди узнали, что страна эта называется Россией или Московией, и что Иван Васильевич правил далеко простиравшимися вглубь землями. Англичане вели себя с аборигенами ласково, первый контакт вышел удачным. Между тем к царю был тайно послан гонец, чтобы сообщить о прибытии нежданных гостей и узнать, как ему угодно поступить. Царь пригласил англичан ко двору. Ченслер на санях отправился в путь. Дальнейших его впечатлений хватило на целую книгу о суровом климате, бедности, напитке квасе, Москве, которая, как он отметил, была больше Лондона и многом другом. Путешественника поразила огромная территория, количество ее жителей и обилие товаров. И, конечно, безграничная власть государя. Вот что он писал по этому поводу. Можно сказать, что русские люди находятся в великом страхе и повиновении. Тот, кому лишают имущества, даже не может пожаловаться на это. Впечатляла и русская армия, многочисленная, сильная и неприхотливая. Ченслера поражало, что царь не тратил на войско ни копейки, ее содержали сами дворяне. В Москве мореплавателя ждал торжественный прием. На высочайшей аудиенции англичанин вручил Ивану Грозному грамоты. В них было предложение английского монарха к монархам других стран наладить торговые отношения. Царь всей Руси в документах упомянут не был. Но, несмотря на это досадное упущение, переговоры прошли успешно. Ченслер покинул Москву, получив грамоту на право свободной торговли с московским государством. Иван Грозный спустя недолгое время о своей благосклонности пожалел, о чем и написал королеве Елизавете I, вступившей к тому времени на престол. Иван Грозный негодовал, что он дал ее купцам свободную жалованную грамоту, а вот от Англии ответной любезности не последовало. К тому же английские купцы начали завышать цены на свои товары. Но больше всего гневало Ивана Грозного то, что английская королева вела переговоры с его посланниками не лично, а через своих дворях. Царь в письме назвал величайшую королеву Англии простой девицей и аннулировал все английские привилегии. Правда, лондонская купеческая московская компания все же просуществовала свыше 300 лет, и торговля между Западной Европой и Россией в сущности больше никогда не прерывалась. Продолжение следует...